доброго всем дня и я рада приветствовать вас на лекции тема которой топографическая анатомия и оперативная хирургия боковой области лица с этой лекции мы начинаем с вами изучение лицевого отдела головы лицевом отделе головы помимо боковой области лица выделяют еще глубокую область и переднюю область передняя область лица в свою очередь включает область глазниц область носа и область рта что касается боковой области лица то ее границы вы их видите на рисунках верхняя граница проходит по подглазничному краю или нижнему краю глазницы а также по верхнему краю скуловой дуги нижняя по нижнему краю нижней челюсти передняя по носощечной и носогубной складкам через угол рта и задняя граница проходит по заднему краю ветви нижней челюсти условной линией проведенной по передней поверхности жевательной мышцы боковая область лица делится на две области щечную и оклоушно-жевательную щечная область расположена к переди а оклоушно-жевательная к задеть нее разберем сначала топографию щечной области ее границы верхняя граница проходит только по подглазничному краю или нижнему краю глазницы нижняя граница идет по нижнему краю нижней челюсти передняя граница проходит по носа щечной и носогубной складка через угол рта и задняя граница идет по переднему краю жевательной мышцы послойное строение кожа щечной области тонкая и содержит большое количество сальных и потовых желез она прочно сращена с подкожно-жировой клетчаткой и мимическими мышцами хорошо кровоснабжается и обладает высокой способностью к заживлению и сопротивлению инфекции иннервируется ветвями тройничного нерва подкожно-жировая клетчатка этой области значительно развита особенно у женщин и детей поверхностная фасция проходя сквозь подкожно-жировую клетчатку разделяет ее на два слоя поверхностный и глубокий поверхностный слой подкожно-жировой клетчатки прочно связан с кожей а вот глубоком слое располагаются мимические мышцы а также проходят сосуды и нервы мимические мышцы в этой области как вы видите на рисунке расположены на разных уровнях лежат в несколько слоев и разделены между собой клетчаткой эти мышцы сращены с кожей и это обуславливает широкое расхождение краев кожи при ранении как я уже говорила в глубоком слое подкожно-жировой клетчатки помимо мимических мышц проходят еще сосуды и нервы прежде всего это лицевая артерия лицевая вена и ветви лицевая артерия является ветвью наружной сонной артерии и отходит от нее в области шеи затем эта артерия через под нижний челюстной треугольник шеи поднимается вверх и огибая край нижней челюсти выходят в щечную область и вот здесь находится место лицевого прижатия лицевой артерии при кровотечении из нее а именно посередине тела нижней челюсти у переднего края жевательной мышцы лицевая артерия идет в этой области вверх и медиально по направлению к внутреннему углу глаза ход ее извилистый по сравнению с ходом сопровождающие ее вены конечный отдел лицевой артерии угловая артерия анастомозируют с ветвями глазной артерии также ветви лицевой артерии анастомозируют с ветвями верхней челюстной и поверхностной височной артерии таким образом лицевая артерия участвует в формировании выраженной сети анастомозов щечной области лицевую артерию сопровождает лицевая вена которая является притоком внутренней ремной вены лицевая вена проходит в щечной области к сзади от артерии вены лица образуют две сети поверхностную и глубокую поверхностная сеть состоит из лицевой вены и ее ветвей а вот глубокая венозная сеть представлена крыловидным венозным сплетением и более мелкими сплетениями которые располагаются в толще мышц в межмышечной клетчатке в глубокой области лица эти венозные сплетения через глубокую лицевую вену связаны с поверхностными венами важное практическое значение имеют связи крыловидного сплетения с пещеристым синусом твердой мозговой оболочки посредством эмиссарных вен и вен глазницы причем широкий анастомоз между крыловидным венозным сплетением и нижней глазной веной проходит через нижнюю глазничную щель начальный отдел лицевой вены угловая вена у медиального угла глаза анастомозируют с верхней глазной вены которая впадает в пещеристый синус в норме отток венозной крови от лица происходит к низу по направлению к внутренней ремной вене но благодаря обильным анастомозам этой области а также отсутствию в венах лица клапанов возможен также и ретроградный ток крови по лицевой вене в пещеристый синус например при тромбозе вены или с давлением ее отечной жидкостью или эксудатом при нагноениях септический эмбол достигнув пещеристой пазухи может привести к развитию флебита синус тромбоза менингита или пемии наиболее часто лицевая вена вовлекается в воспалительный процесс при локализации гнойных очагов в области так называемого треугольника смерти треугольник смерти это область пространства между двумя носогубными складками и верхней губой лицевой нерв выходит на поверхность из полости черепа через шилососцевидное отверстие затем он проходит через околоушную слюную железу где делится на пять радиально идущих ветвей выделяют следующие ветви лицевого нерва височные, скуловые, щечные, краевую ветвь и шейную лицевой нерв иннервируют мимические мышцы повреждение лицевого нерва или его крупных ветвей влечет за собой пролич мимических мышц обезображивание лица а также серьезные функциональные нарушения такие как логофталь, слюны течения или нарушения артикуляции речи кровоснабжение и иннервация щечной области также участвуют подглазничные и подбородочные сосудисто-нервные пучки подглазничный сосудисто-нервный пучок выходит через глазничное отверстие в верхнем отделе данной области подглазничная артерия является ветвью верхней челюстной артерии одноименная вена впадает либо в нижнюю глазную вену либо в крыловидное венозное сплетение а вот подглазничный нерв является конечной ветвью верхней челюстного нерва или второй ветви тройничного нерва ветви подглазничного нерва иннервируют кожу подглазничной области а также кожу и слизистую оболочку верхние губы, крыльев носа а также зубы верхней челюсти подглазничный сосудисто-нервный пучок проецируется на 0,5 см книзу от середины нижнего глазничного края или от середины подглазничного края в нижнем отделе области через подбородочное отверстие выходит подбородочный сосудисто-нервный пучок вот вы его на рисунках также видите подбородочная артерия является ветвью нижней альвеолярной артерии ветви которая в свою очередь отходит от верхней челюстной артерии одноименная вена впадает в нижнюю альвеолярную вену идущую в глубокую область лица подбородочный нерв является конечной ветвью нижнего альвеолярного нерва ветви нижней челюстного нерва или третьей ветви тройничного нерва подбородочный нерв иннервирует кожу и слизистую оболочку нижней губы вместо выхода подбородочного сосудисто-нервного пучка из подбородочного отверстия проецируется на середине высоты тела нижней челюсти и середине расстояния между подбородочным выступом и передним краем жевательной мышцы или между первым и вторым примолярами жировое тело щеки или комок биша располагается между глубоким слоем подкожно-жировой клетчатки и щечной мышцы у переднего края жевательной мышцы оно заключено в довольно плотную капсулу образованную поверхностной фасцией жировое тело щеки особенно развито у женщин и в детском возрасте имеет три отростка височный, глазничный и крылонебный височный отросток поднимается в височную ямку глазничный распространяется в подвисочную ямку а крылонебный достигает крылонебной ямки воспалительные процессы в жировом теле щеки сначала носят ограниченный характер но при гнойном расплавлении капсулы образуются затеки в подвисочную ямку в височную область в глазницу и среднюю черепную ямку следующий слой щечной области щечно-глоточная фасция или собственная фасция она покрывает снаружи щечную мышцу переходя к сзади на боковую стенку глотки щечная мышца следующий слой изнутри покрыта слизистой оболочкой ротовой полости этой мышцу прободает выводной проток околоушной слюной железы этот проток открывается отверстием в преддверии полости рта на уровне между первым и вторым верхними малярами каковы основные источники и пути проникновения инфекции в щечную область во-первых это инфицированные раны кожи и слизистой оболочки щеки во-вторых очаги адонтогенной инфекции в области верхних и нижних примоляров и маляров ну и наконец это распространение воспалительного процесса из височной подвисочной крылонебной ямок а также из оклоушно-жевательной области ну а сейчас мы поговорим о топографии оклоушно-жевательной области ее границы верхняя граница проходит по верхнему краю скуловой дуги нижняя граница по нижнему краю нижней челюсти передняя идет по переднему краю жевательной мышцы и наконец задняя граница проходит по заднему краю ветви нижней челюсти кожа оклоушно-жевательной области тонкая а подкожно-жировая клетчатка пронизана соединительно-тканными мятежами которые связывают кожу собственной фасцией поверхностная фасция проходя сквозь подкожно-жировую клетчатку делит ее на два слоя поверхностный и глубокий в глубоком слое подкожно-жировой клетчатки располагаются мимические мышцы а также проходят ветви лицевого нерва следующий слой собственная фасция или оклоушно-жевательная фасция покрывает наружную поверхность жевательной мышцы и затем расщепляясь на два листка образуют капсулу для оклоушной слюной железы которая располагается к наружу от жевательной мышцы жевательная мышца следующий слой данной области начинается от скуловой дуги и прикрепляется к углу нижней челюсти непосредственно за жевательной мышцей располагается ветвь нижней челюсти позади которой расположена уже глубокая область лица между жевательной мышцей и ветвью нижней челюсти находится жевательное челюстное пространство заполненное рыхлой клетчаткой тут при флегмонах области скапливается гной вверху жевательное челюстное пространство сообщается с под апоневротическим пространством височной области кроме этого оно по ходу сосудов сообщается и с глубокой областью лица оклоушная слюная слюная железа расположенная в этой области топографически делится на две части меньшая поверхностная часть располагается к наружу от жевательной мышцы а вот большая глубокая часть располагается позади нижней челюсти за нижней челюстной ямки за нижней челюстная ямка имеет следующие границы спереди ее ограничивает ветвь нижней челюсти и медиальная крыловидная мышца сзади сосцевидный отросток и начальный отдел грудинно-ключично-сосцевидной мышцы сверху наружный слуховой проход и снизу двубрюшная мышца и снизу выводной проток околоушной железы отходит как вы видите на данной картинке от ее переднего края затем он располагается на наружной поверхности жевательной мышцы огибает ее передний край далее прободает щечную мышцу и как я уже говорила открывается отверстие в преддверии полости рта проецируется проток железы параллельно скуловой дуге отступя на два два с половиной сантиметра к низу от нее также проекционная линия выводного протока проводится от основания мочки уха к углу рта как я уже говорила собственная или околоушно-жевательная фасция расщепляясь на два листка образует капсулу для железы поверхностный листок этой капсулы довольно плотный и от него вглубь железы отходят многочисленные соединительно-тканные перегородки вследствие этого гнойный воспалительный процесс в железе гнойный протит обычно имеет ограниченный характер а вот глубокий листок фасциальной капсулы менее плотный и имеет ряд дефектов это так называемые слабые места фасциальной капсулы околоушной железы первое слабое место это верхний участок капсулы там где железа прилежит хрящевой части наружного слухового прохода в этом месте имеются щели через которые проходят лимфатические сосуды нагноительные процессы железы через эти щели могут прорваться в наружный слуховой проход другой дефект капсулы находится в области глоточного отростка а глоточный отросток располагается между медиальной крыловидной мышцей и шиловидным отростком и выходит глоточный отросток около глоточное пространство этим путем воспалительные процессы могут проникать из капсулы оклоушной железы в окологлоточное пространство и наоборот в толще оклоушной железы располагаются сосудистые нервные образования так в вертикальном направлении проходит наружная сонная артерия она вступает в ложе оклоушной железы с ее глубокой медиальной поверхности в толще железы располагается глубже вен на уровне головки нижней челюсти наружная сонная артерия делится на свои конечные ветви верхнечелюстную артерию и поверхностную височную артерию верхнечелюстная артерия прободает в заднюю стенку фасциальной капсулы огибает головку нижней челюсти и направляется в глубокую область лица поверхностная височная артерия идет вертикально вверх в височную область в толще железы от поверхностной височной артерии отходит поперечная артерия лица которая затем идет по наружной поверхности жевательной мышцы располагаясь выше и параллельно протоку околоушной железы поверхностную височную артерию сопровождает одноименная вена и ушно-височный нерв который является ветвью нижней челюстного нерва также через оклоушную слюную железу проходит позади челюстная вена которая сопровождает наружную сонную артерию и в толще железы располагается поверхностной артерии лицевой нерв как я уже говорила выходит на поверхность из полости черепа через шилососцевидное отверстие место выхода нерва из шилососцевидного отверстия проецируется у основания мочки уха на полтора два сантиметра ниже наружного слухового прохода лицевой нерв входит в лужу оклоушной железы в верхней задней ее части примерно на уровне нижнего края наружного слухового прохода в луже железы он идет вперед располагаясь поверхностнее крупных сосудов затем в толще железы лицевой нерв делится на верхнюю и нижнюю ветви они в свою очередь также делятся на ветви связи между которыми образуют оклоушное сплетение также называемое гусиной лапкой оклоушное сплетение окружено со всех сторон железистой тканью так что удаление железы без повреждения этого сплетения невозможно проекция ветвей лицевого нерва на кожу соответствует лучам радиально расходящимся от козелка ушной раковины гнойный процесс развивающийся в оклоушной железе может вызвать паралич лицевого нерва в результате его сдавления или может вызвать тяжелое кровотечение из разрушенных гноем сосудов проходящих в железе в толще железы и непосредственно под ее капсулой также располагаются лимфатические узлы основные источники и пути проникновения инфекции в оклоушно-жевательную область это очаги адентогенной инфекции раны инфекционно-воспалительные поражения кожи оклоушно-жевательной области также распространится инфекция может из щечной позади челюстной подчелюстной областей и оклоушной слюной железы ну и возможен лимфогенный путь проникновения инфекции с первичным поражением расположенных в этой области лимфатических узлов и последующим распространением инфекционно-воспалительного процесса на окружающей ткани операции на лице должны быть не только безопасными для здоровья больного но и выполнены из разрезов не нарушающих форму лица при выполнении оперативных вмешательств в области лица важно соблюдать следующие требования разрезы должны производиться очень острым скальпелем при проведении разрезов на лице необходимо строго руководствоваться топографоанатомическими ориентирами ветвей лицевого нерва разрезы при гнойных процессах на лице выполняются в радиальном направлении от наружного слухового прохода веерообразно по направлению к височной кости по ходу скуловой дуги крылу носа к углу рта и углу нижней челюсти а также по ее краю направление кожных разрезов вы можете видеть на данном рисунке при разрезах по краю нижней челюсти необходимо помнить о точке пересечения края нижней челюсти с передним краем жевательной мышцы так как здесь проходит лицевая артерия которая поднимаясь из поднижней челюстного треугольника шеи край нижней челюсти и затем идет щечную область при выполнении хирургических вмешательств на лице и особенно при выполнении местной анестезии нужно учитывать топографию мест выхода чувствительных ветвей тройничного нерва это надглазничное подглазничное и подбородочное отверстие которое вы видите на данном рисунке после рассечения кожи необходим тщательный гемостаз а при легировании сосудов то есть их перевязки зажим необходимо брать как можно меньше клетчатки при наложении швов на рану края ее должны совершенно точно адаптироваться вкол и выколы иглы надо делать возможно ближе к краю раны на расстоянии 1,5-2 мм на одинаковом расстоянии и на одинаковую глубину ушивание раны предпочтительнее выполнять отравматическими или колющими иглами предпочтителен также аподактильный способ завязывания узлов при котором пальцы хирурга не соприкасаются шовным материалом а подактильный способ показан на рисунке особенности первичной хирургической обработки ран лица первичная хирургическая обработка проводится с учетом повышенных косметических требований к этой области и особенности ее топографии она состоит из тех же этапов что и первичная хирургическая обработка ран любой другой области первичная хирургическая обработка должна быть проведена в полном объеме и в наиболее ранние сроки рану обязательно промывают антисептическими растворами для удаления грязи и народных тел применение растворов йода не рекомендуется если обработка проводится под местной анестезией то в раствор анестетика добавляют антибиотики если под общим наркозом то раствором антибиотика инфильтрируют ткани вокруг раны из сечения ткани необходимо производить очень экономно и удалять только нежизнеспособные ткани нужно стараться оставлять кожные лоскуты даже на узкой питающей ножке при наличии резаной раны края ее не иссякают Важно обеспечить тщательный гемостаз кровотечение из мелких сосудов останавливают с помощью электрокоагуляции крупные сосуды лигиют костные отломки связанные с окружающими тканями сохраняют кровот устанавливают их в правильное положение и фиксируют при ранении проникающем в полость рта сначала накладывают швы на слизистую оболочку щеки затем на мышцы и фасцию потом на подкожно-жировую клетчатку и кожу на кожу накладывают в этом случае очень редкие швы при ранах губ вначале сшивают мышцы затем после сопоставления красной каймы накладывают швы на кожу и в последнюю очередь на слизистую оболочку губы при повреждении околоушной слюной железы тщательно ушивают ее паренхему затем фасцию подкожно-жировую клетчатку и кожу при повреждении протока железы необходимо восстановить его целостность или при невозможности этого создать условия для оттока слюны полости рта при наличии больших сквозных дефектов мягких тканей в области щек это вы видите на рисунке во избежание рубцовой контрактуры челюстей хирургическую обработку заканчивают сшиванием кожи со слизистой оболочкой полости рта что создает благоприятные условия для последующего пластического закрытия дефекта а также предотвращает образование грубых рубцов и деформацию близлежащих тканей раны лица зашиваются глухим швом дренируются раны только при их инфицировании наложение глухого первичного шва при ранах лица производится в течение 48 часов после ранения не рекомендуется наложение глухих швов при ранах в области оклоушной слюной железы и угла нижней челюсти оперативное закрытие свища оклоушного протока слюной свищ это узкий патологический ход соединяющий проток большой слюной железы с поверхностью кожи лица или полостью рта причина образования слюных свищей это ранение слюных желез протоков исход воспалительного процесса железы или результат гнойных процессов в щечной и оклоушно-жевательной областях выделяют наружные и внутренние слюны свищи наружной слюной свищ это свищ при котором слюна вытекает через отверстие расположенное на коже внутренней слюной свищ слюна вытекает через отверстие расположенное на слизистой оболочке полости рта в нетипичном для данной железы месте также выделяют полные и неполные слюны свищ неполный слюной свищ возникает при повреждении стенки выводного протока при этом часть слюны попадает через остатки протоков полости рта а другая часть выделяется через свищ полные слюные свищ образуются в результате пересечения или разрыва выводного протока в этом случае слюна выделяется только через свищ по топографоанатомическому признаку слюные свищи околоушного протока делят на свищи железистой части то есть находящиеся в самой железе и свищи вне железистой части в настоящее время применяется несколько основных хирургических способов закрытия слюных свищей в зависимости от их характера неполные слюные свищи околоушного протока закрываются путем иссечения свищевого хода и наложения швов наиболее эффективны при этом способы сапожкова и лимберга рассмотрим способ сапожкова овальным разрезом производят рассечение тканей вокруг устья свища и выделяют его на максимально возможную глубину сапожков наружный участок свища вытягивают и иссякают через два маленьких разреза выше и ниже свища производят рассечение ткани до фасция для проведения шва вокруг свищевого канала далее накладывают кисетный шов на подкожную клетчатку вокруг образовавшегося дефекта и туго его завязывают способ лимберга двумя полуовальными разрезами производят иссечение рубцово измененных тканей спальных с околоушной железой и содержащих свящевой канал затем под углом 30-45 градусов по отношению к среднему разрезу выкраивают кожные лоскуты треугольной формы от отслаивают их и взаимно перемещают после этого накладывают швы при полных свящах наиболее эффективной является операция позволяющая восстановить непрерывность околоушного протока и мы с вами сейчас рассмотрим пластику околоушного протока методом васильева вне ротовым горизонтальным разрезом по ходу протока иссякают отверстия свящевого хода и выделяют оставшуюся часть протока из рубцовых тканей далее выкраивают языкообразный лоскут из слизистой оболочки щеки основание которого обращено к переднему краю жевательной мышцы и расположена выше линии смыкания зубов лоскут из слизистой оболочки выводят наружу через вертикальный разрез мягких тканей щеки у переднего края жевательной мышцы и подшивают его к центральному отрезку протока далее накладывают швы на рану слизистой оболочки щеки кости черепа соединены между собой в основном при помощи непрерывных соединений швов и синхондрозов лишь нижняя челюсть образуется височной костью парный височно-нижнечелюстной сустав которая располагается в верхнелатеральном отделе боковой области лица сустав этот сустав образован головкой нижней челюсти или суставной головкой суставной ямкой височной кости и суставным бугорком суставная головка имеет форму близкую к цилиндру верхняя ее поверхность покрыта фиброзным хрящом суставная ямка представляет собой углубление ограниченное спереди задней поверхностью суставного бугорка а сзади барабанной пластинкой височной кости отделяющей суставную ямку от наружного слухового прохода суставной бугорок расположен кпереди от суставной ямки он представляет собой выступ цилиндрической формы в основании скулового отростка височной кости суставной бугорок имеет два ската передний и задний скаты покрыты фиброзным хрящом и приспособлены для восприятия функционального давления высота суставного бугорка препятствует чрезмерному выдвижению нижней челюсти вперед внутри полости сустава располагается суставной диск который делит ее на два этажа и на всем протяжении изолирует головку нижней челюсти от суставной ямки этот диск представляет собой двояко вогнутую пластинку с утолщением по краям он располагается косо верхней вогнутостью прилежит к заднему скату суставного бугорка а нижней головки нижней челюсти суставная представляет собой фиброзный хрящ суставной диск обеспечивает более четкое сочленение неконкурентных суставных поверхностей и увеличивает контактирующие поверхности перераспределяя давление височно-нижнечелюстном суставе суставная капсула представляет собой плотную и прочную соединительно-тканную оболочку которая состоит из двух слоев наружного фиброзного и внутреннего эндотелиального эндотелиальные клетки внутреннего слоя выделяют синвяльную жидкость которая облегчает трение суставных поверхностей при интенсивной функции сустава выработка синвяльной жидкости повышается а при его гипофункции уменьшается в суставную капсулу вплетаются многочисленные связки которые удерживают внутрисуставной диск в определенном положении а также контролируют объем движения диска и суставной головки а сейчас разберем такую патологию височно-нижнечелюстного сустава как вывих нижней челюсти вывих нижней челюсти это стойкое смещение суставной головки за пределы ее физиологической подвижности вызывающие нарушение функции сустава существуют следующие виды вывихов нижней челюсти по направлению смещения суставной головки передней и задней по количеству пораженных суставов односторонние и двухсторонние по механизму возникновения выделяют травматические привычные и патологические вывихи травматический или острый вывих обусловлен внешним механическим воздействием и возникает впервые привычный или хронический это систематически повторяющийся вывих он обусловлен слабостью связочного аппарата и окружающих его мышц патологический вывих связан с заболеваниями сустава приводящими к нарушению суставных поверхностей костей вывихи нижней челюсти также могут быть полными и неполными при полном вывихе происходит полное расхождение суставных поверхностей а при неполном вывихе или подвывихе сохраняется соприкосновение суставных поверхностей в норме при открывании рта головка нижней челюсти вместе с внутрисуставным диском устанавливается на заднем скате суставного бугорка чрезмерному выдвижению головки вперед препятствует высота суставного бугорка связочный аппарат и жевательные мышцы однако при чрезмерном опускании нижней челюсти суставная головка иногда соскальзывает на передний скат суставного бугорка возникает односторонний или двухсторонний передний вывих нижней челюсти в этом случае суставной диск ущемляется между головкой и передней поверхностью бугорка рефлекторным сокращением жевательных мышц и напряжением связочного аппарата суставная головка придавливается кверху и кпереди от бугорка и фиксируется в этом положении капсула сустава растягивается но не разрывается чрезмерное растяжение связочного аппарата и суставной капсулы а также снижение высоты суставного бугорка способствует возникновению привычного вывиха чаще всего передний вывих происходит при чрезмерном открывании рта во время зевания смеха кашля рвоты а также может возникнуть при удалении зуба когда на опущенную нижнюю челюсть производит производит слишком большое давление щипцами задний вывих нижней челюсти возникает в момент удара по подбородку спереди назад в момент открывания рта также он может возникнуть при удалении нижних моляров с применением значительной силы в этом случае головка нижней челюсти сместившись назад устанавливается между суставной ямкой и сосцевидным отростком что вы видите на рисунке часто капсула сустава разрывается возможно также повреждение передней стенки наружного слухового прохода при этом виде вывиха наблюдается сведение челюстей а подбородок смещен кзади нижние резцы а при их отсутствии альвеолярный отросток переднего отдела нижней челюсти упирается в слизистую оболочку него головка нижней челюсти пальпируется впереди сосцевидного отростка височной кости методы вправления вывихов нижней челюсти для вправления переднего вывиха можно использовать наиболее известный способ который в литературе именуется методом гиппократа при этом пациент усаживают в опущенное до упора кресло или на низкий стул так чтобы его нижняя челюсть находилась на уровне локтевого сустава опущенной руки доктора большие пальцы рук врач помещает на жевательные поверхности нижних маляров а при их отсутствии на альвеолярные отростки кпереди от ветви нижней челюсти остальными пальцами он обхватывает нижнюю челюсть снаружи и снизу к челюсти прикладывается усилие направленное вниз назад и кверху врач большими пальцами осуществляет умеренное давление на маляру постепенно увеличивая это усилие это позволяет безболезненно растянуть волокна жевательных мышц резкое нажатие на зубы приводит к рефлекторному сокращению мышц и появлению боли далее следует подтянуть подбородок вверх одновременно отдавливая задний отдел челюсти вниз таким образом ветви нижней челюсти смещаются вниз а суставные головки опускаются ниже суставных бугорков зубов после этого нижнюю челюсть следует сместить назад соскальзывание головки суставную впадину сопровождается характерным щелчком и быстрым плотным смыканием зубов поэтому врач перед процедурой обязательно должен обернуть несколькими слоями марли свои большие пальцы или своевременно сместить их на вестибулярную поверхность альвеолярного отростка при двухстороннем вывихе нижней челюсти вправление одновременно осуществляется с двух сторон а при одностороннем со стороны вывиха данный способ несмотря на простоту имеет ряд недостатков во первых чтобы вправить вывих нужно прилагать значительные усилия для преодоления тяги жевательных мышц а во-вторых возникает опасность прикусывания пальцев врача в момент вправления челюсти из-за рефлекторного сокращения жевательных мышц вправление переднего вывиха по методу Глехмана в преддверии полости рта определяют положение виничных отростков при вывихе они выступают указательными пальцами надавливают на них в направлении кзади и вниз возникаемое при этом болевое ощущение приводит к рефлекторному расслаблению жевательной мускулатуры и перемещению суставной головки в правильное положение эту манипуляцию можно также провести и вне ротовым способом для этого пальпаторно определяют виничные отростки под скуловой дугой после этого через ткани щеки производят давление на виничные отростки большими пальцами в направлении кзади и вниз вправление заднего вывиха производится смещением нижней челюсти вперед и вниз для вправления заднего вывиха большие пальцы рук врач располагает между вестибулярной поверхностью альвеолярной части нижней челюсти и косой линии у последнего нижнего маляра остальные пальцы охватывают тело и угол нижней челюсти большими пальцами смещают нижнюю челюсть вниз а остальными перемещают ее кпереди это позволяет установить головку нижней челюсти в правильное положение а сейчас разберем оперативно хирургическое лечение анкелоза височно-нижнечелюстного сустава анкелоз это стойкая деформация височно-нижнечелюстного сустава с ограничением или полной неподвижностью нижней челюсти вследствие фиброзного или костного сращения суставных поверхностей анкелозы чаще наблюдаются у мужчин чем у женщин и делятся на врожденные и приобретенные костные и фиброзные односторонние и двухсторонние анкелоз анкелоз височно-нижнечелюстного сустава представляет собой исход различных заболеваний и повреждений сустава наиболее частые причины возникновения анкелоза это остомилит нижней челюсти гнойное воспаление сустава гнойный средний миотит наложение акушерских щипцов на головку ребенка при осложненных родах травма воспалительный процесс или травма приводит к образованию на суставных поверхностей участков лишенных хрящевого покрытия в области разрушенных участков суставных поверхностей позднее превращающиеся в фиброзные спайки возникает фиброзный анкелоз в процессе осификации возникает неподвижное костное сращение суставного отростка и височной кости то есть костный анкелоз цель операции устранение стойкой неподвижности в одном или обоих височно-нижно-челюстных суставах а суть операции заключается в создании нового ложного сустава возможно ближе к прежнему суставу оперативное вмешательство состоит из нескольких атаков это доступ остеотомия нижней челюсти и артропластика рассмотрим устранение анкелоза височно-нижнечелюстного сустава по способу рауэра цель операции косая остеотомия по линии основания мыщелково отростка нижней челюсти доступ это горизонтальный разрез длиной 4 см по скуловой дуге не доходя до наружного слухового прохода для исключения повреждения поверхностного височного сосудистой нервного пучка все ткани при этом рассекают до кости далее производят вертикальный разрез длиной 4-5 см к переди от наружного слухового прохода при этом рассекают только кожу надкосницу скуловой дуге также рассекают и с помощью распаттера фарабефа сдвигают со скуловой дуги зону анкилоза освобождают от надкосницы зону анкилоза и начальный отдел мыщелково отростка под мыщелково отросток подводят проволочную пилу джильи с помощью проводника поленова и выполняют косую остеотомию мыщелково отростка под углом приблизительно 35 градусов далее разводят края костных фрагментов с помощью крючков фарабефа и устанавливают между ними распорки в качестве распорок можно использовать распаттер или долоту затем извлекают с бедра пациента фрагмент широкой фасции со слоем прилежащей жировой клетчатки помещают щель сформированную между костными фрагментами нижней челюсти прокладку из широкой фасции рану послойно ушивают устранение анкелоза височно-нижнечелюстного сустава по способу львова цель операции косая остеотомия ветви нижней челюсти верхней третьей оперативный доступ полуовальный разрез начинающийся на полтора два сантиметра ниже мучки уха и огибающий угол челюсти до середины на тела ткани рассекаются послойно до кости обнажают угол и нижний край тело челюсти далее скальпелем отсекают сухожилия жевательной мышцы от наружной поверхности угла и ветви нижней челюсти затем распатором отделяют надкосницу и мышцу вместе с оклоушной слуной железой и мягкими тканями обнажают наружную поверхность ветви нижней челюсти затем распатором отделяют мягкие ткани от внутренней поверхности ветви нижней челюсти подвет нижней челюсти подводят проволочную пилу с помощью проводника поленого и выполняют косую остеотомию ветви нижней челюсти затем нижний конец челюсти закругляют а на верхнем конце формируют вырезку при этом вновь сформированные суставные поверхности образуют угол открытый кпереди для интерпозиции между вновь сформированными суставными поверхностями используют лоскут на питающей ножке из жевательной мышцы или фрагмент кожи или колпачок из пластмассы на подвижный участок нижней челюсти либо аутотрансплантат из ребра после этого мягкие ткани послойно ушивают на на этом у меня все спасибо за внимание того дня до закрыв